В то время, пока расисты борются с вымышленными фашистами, дагестанский риэлтор Лейла обещает не сдавать в аренду евреям квартиры и номера в гостиницах. 33-летняя Лейла вместе с мужем владеет сервисом, который позволяет снять дом или квартиру в Дагестане. У фирмы 47 объектов в республике. Ясно же, что это американцы и украинцы надоумили ее записать это видео. А фашизм, конечно же, в Украине. Главное, ничего не перепутайте. Не заселяем евреев. У меня 47 объектов в городе. И за всеми я следила тщательно, а теперь буду еще более тщательно следить. Во всех квартирах имеются камеры. Ни один еврей, приехавший с Израиля, не заселится в наши квартиры. И даже если нас надурят, я посмотрю камеры и вычислю это, то я выселю его. Обязательно, поверьте мне. Прекратите, пожалуйста, нас проверять в авито, спрашивать, сдаем ли мы квартиры евреям. Нет, не сдаем. Мы за народ Палестины. Лучше потратьте ваше время на дуа за Палестины. У Гитлера тоже была еврейская кровь. Самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Дебилы. Славяне, мы под пятой жидов. Что делать нам, чтобы сгнать врагов? Что случилось? Очистим родину от жидовья. Пускай горит под врагом земля. Почему все это происходит? Победно маршем ходить не будем. Мы тихо кидре головы порубим. Это на самом деле действительно кринж. На борт, быстро все на борт. Уважаемые дамы и господа, говорит командир, пожалуйста, сохраняй свои места и не пытайся открыть двери самолета. На улице разъявляется разъявлятая толпа. Аэропорт Махачкалы, 29 октября. Сюда врываются сотни человек, пытаясь разыскать, цитата, беженцев из Израиля. Фактически это кульминация всех беспорядков, которые начались за сутки до этого. Это здание отеля Фламинго в Хасавюрте. Здесь в субботу вечером собрались десятки местных жителей. Это произошло после того, как в телеграм-каналах стала появляться информация, что в отеле поселились израильские беженцы. Например, паблик ЧП Дагестан опубликовал такой ролик. Первое видео. Лицо, внешне схожее с гражданином Израиля, прогуливается у гостиницы Фламинго. Похожее сообщение опубликовал телеграм-канал Утро Дагестан. В посте сказано, цитата, Гостиница полна евреями. Собравшиеся у отеля потребовали, чтобы постояльцы подошли к окнам, а после начали бросать в здание камни. Покажи лицо! Либо мы зайдем и вытащим тебя! Ой, б***ь. Затем к Фламинго приехала полиция. Сотрудники разрешили нескольким людям из толпы зайти в отель, чтобы убедиться в том, что в нем нет евреев. После местные жители осмотрели еще и гостиницу Киев. Позже телеграм-канал ЧП Кавказ опубликует это фото. Такое объявление вывесит предположительная администрация отеля. Евреи тут не живут, и вход им запрещен. В этот же день на площади Ленина в Махачкале прошел стихийный антиизраильский митинг. Ислам не пришел с Кавказа, Ислам пришел с арабских стран. Похоже, антиизраильская акция в этот же день прошла в Черкесске, столице Карачаевой Черкесии. Если верить паблику ЧП Кавказ, сюда пришли примерно 200 человек. Уже утром 29 октября в Нальчике неизвестные подожгли строящийся еврейский культурный центр. На его территорию забросили горящие покрышки, а на стене написали «Смерть юхудам». Самые жесткие беспорядки прошли в Махачкале уже в воскресенье. Так, ночью уже упомянутый телеграм-канал «Утро Дагестана» опубликует пост. Завтра в Каспийск прилетает самолет, прямой рейс с Израиля. Встречаем непрошенных гостей, встретим по-взрослому. В аэропорт врывается несколько сотен человек. Толпа останавливает выезжающие с территории аэропорта автомобили. У находившихся там людей проверяют паспорта. Чуть позже люди выбегают на взлетно-посадочную полосу и пытаются проникнуть в самолет, прилетевший из Тель-Авива. На борт, быстро все на борт! Вчера в аэропорт Махачкалы, и мы прибыли за 40 минут заранее. Очень сильно этому обрадовались. Но, к сожалению, вынуждены были просидеть более чем 5 часов в самолете, так как на аэродроме гуляла разъяренная толпа. И нам каждый раз говорил пилот, информируя, что это небезопасно для нас. Я пошла к стюардессам и к пилоту просить какую-либо медицинскую помощь. Рядом со мной сидела пара, жена беременная, муж с маленьким ребенком, много было пожилых людей. И, конечно же, всем было не очень хорошо того, что 5 с половиной часов только немного воды нам дали. Некоторые пассажиры самолета из Тель-Авива оказались в автобусе. Есть кадр, где они показывают погромщикам свои паспорта и объясняют, зачем приехали в Дагестан. Мы на лечении были с детьми! Что вы хотите однажды? Пытаясь найти граждан Израиля, участники беспорядков проверяли все. Даже турбину самолета. Этот кадр уже стал мемом. Вскоре сюда приедет полиция, и протестующие попробуют перевернуть машину сотрудников. Силовики вели себя крайне деликатно, если не сказать робко. Что называется, отнеслись к разъяренной толпе с пониманием. Давайте соперимся все вместе, и мы тоже вместе с вами ставили мы скандировать здесь. Пожалуйста, нет вопросов, ну нарушать десятых десятых, приперекрывать дорогу, вы же закон нарушаете. Терпение полицейских удивило даже очевидцев. Нам удалось анонимно поговорить с одним из них. Спасибо полицейским, они не стали там ничего делать. Да, конечно, они там поломали ребята, какие-то двери, окна, стекла. Но если говорить о вреде, который мог бы быть, они многократно сократили, как бы дали немного, пару выпустителей. Я, честно говоря, очень благодарен за их понимание, за их порядочность. Они, честно говоря, очень большое такое понимание проявили. Не стали никаких жестких мер предпринимать. А что телепропаганда, которая последние недели ругала Израиль и оправдывала ненависть к его гражданам? У сочин миллионов мусульман, конечно, не у каждого. Но все же антисемитизм — культурная норма. Сотрудники телеканалов практически не заметили событий в Дагестане. В новостях о них рассказали в середине выпуска. Вместо кадров с беспорядками зрителям показали главу республики. Он прибыл в аэропорт Махачкалы почти сутки спустя начало погромов. Виноватым по телевизору объявили, конечно, украинцев. Глава Дагестана Меликов заявил, что беспорядками в аэропорту Махачкалы оперировали с территории Украины. В таком же духе ситуацию прокомментировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие извне. Но сами участники беспорядков видят совсем другие причины случившегося. Впрочем, это точно не является оправданием для агрессивного антисемитизма. К середине 30 октября были задержаны 60 человек, хотя в беспорядках участвовали около полутора тысяч. Субтитры создавал DimaTorzok